МИГРАНТОВ из Кыргызстана держали в рабстве. Таджикский милиционер избежал уголовной ответственности. В России задержан очередной гражданин Таджикистана. В Рязани владелец швейного цеха незаконно удерживал в неволе и эксплуатировал 13 трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщает Регнум. Правоохранительные органы провели проверку по факту многочисленных жалоб трудовых мигрантов о том, что руководство фирмы «Февраль» отбирает у своих иностранных работников паспорта и не выплачивает заработную плату. В результате выяснилось, что трудовые мигранты из Кыргызстана удерживались насильно в трудовом рабстве путем изымания паспортов. Рабочее время длилось свыше 12 часов. Зачастую кыргызстанцы работали по 20 часов подряд. Бесплатным питанием их не обеспечивали. На обеденный перерыв выделяли 40 минут. Тех, кто не успел за это время приготовить пищу и поесть, штрафовали на 5000 рублей. И на должном уровне было медицинское обслуживание, и оплату труда не производили в указанные числа, констатирует в МВД. Также правоохранительные органы отмечают, что многие трудовые мигранты пытались расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений и оскорблений. Однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно, как рабов, не выплачивая при этом зарплату под любым предлогом. Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность, поясняет пресс-служба ведомства. Таджикские милиционеры обладают неприкосновенностью. Даже за убийство их не привлекают к ответственности, считает жители Куляба. В феврале текущего года капитан милиции Кулябского ОМВД Саид Мумин Исломов сбил насмерть 15-летнего подростка Фердавса Халимова, но виновника не задержали. Теперь родственники погибшего опасаются, что ответственность за произошедшее могут повесить на самого мальчика, об этом сообщает Азия+. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля у терминала Куляб-Васе. За рулем автомашины находился следователь Кулябского ОМВД капитан Саид Мумин Исломов. Он сбил 15-летнего жителя Куляба, ученика школы номер 6 Фердавса Халимова. В прокуратуре города сразу же заявили, что дело это засекретили. С тех пор прошел месяц, следствие по данным прокуратуры продолжается. Пока идут проверки, после будут сделаны последние выводы, сообщает источник в прокуратуре Куляба. По его словам, следствие завершает гистологический анализ тела погибшего подростка. Это исследование даст нам ответ, был ли Фердавс болен какой-то болезнью, которая могла бы вызвать припадки. Эти припадки, объясняет источник в свою очередь, могли привести к тому, что мальчик мог внезапно упасть на дороге и попасть под машину. Анализ докажет, сбила ли подростка машина или он сам упал рядом с ней в ту ночь и умер, говорят в прокуратуре. Однако, по словам родителей, мальчик был здоровым и вел активный образ жизни, а в свободное время, как и многие дети в Таджикистане, Фердавс Халимов на местном рынке продавал овощи, чтобы помочь родителям и занимался спортом, то есть родителям отвергли наличие каких-либо болезней у мальчика. Между тем, друзья и близкие семьи погибшего Фердавса говорят, что через несколько дней после ДТП Саид Мумин-Исламов приходил к родителям мальчика и уговорил отказаться от жалобы. «Напишите объяснительные, что никаких жалоб и претензий к капитану Саид Мумину-Исламову вы не имеете», — сказал он. По его настоятельной просьбе, а точнее требованию, отец и мать написали эти объяснительные, отмечают родные семьи мальчика. «Но разве это законно, чтобы милиционер, который и виновен в смерти ребенка, приходил и требовал объяснительные?» Родственники семьи Халимовых также отмечают, что к ним приходила и мать капитана Саид Мумина-Исламова. «Просила родителей Фердавса, чтобы они простили ее сына и отказались жаловаться. Что касается гистологической экспертизы, которую проводит следствие, то, по словам родных Фердавса, мальчик был здоров. Он был такой шустрый, после уроков продавал на базаре сахават, в кулябе, картофель и каждый день зарабатывал по 15 с аммонией, отдавал родителям, чтобы помогать своей бедной семье. Он занимался спортом, играл в свободное время в футбол. Он не жаловался на здоровье, говорят они, и опасаются, как бы теперь его не обвинили в том, что он был больным и сам упал под колеса машины». Российские спецслужбы продолжают задерживать граждан центрально-азиатских стран с последующей их экстрадицией на родину. Так, на днях в Петербурге был задержан 34-летний гражданин Таджикистана, объявленный властями Таджикистана в розыск за так называемый экстремизм. Об этом 15 марта сообщило АН «Оперативное прикрытие». Мужчина задержан накануне на Рижском проспекте. Его доставили в 77-е отделение полиции Управления Министерства внутренних дел России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Уроженец города Исфара в Сахдийской области обвиняется на родине в организации деятельности экстремистской организации часть 2 статьи 307.3 УК Республики Таджикистан и находился в межгосударственном розыске с 18 мая 2017 года. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Следует напомнить, что в последние 5-7 лет значительно возросло количество жителей Таджикистана, объявленных тираническим режимом Рахмона, в международный розыск по сфабрикованным уголовным делам, по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса. В основном жертвами подобных фабрикаций оказываются неугодные режиму граждане, политические и религиозные активисты, а также просто соблюдающие свою религию жители страны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok